Романов Евгений Аркадьевич, город Майкоп Значит что, ну тут я смотрю у нас дискуссия пошла интересно Но, хотелось бы отметить следующие моменты, которые на сегодняшний день у нас присутствуют Прежде всего по кружковщине Ленин различал кружковщину, интеллигентскую и рабочую Против интеллигентской кружковщины он боролся самым рьяным образом Он назывался не самым нелицеприятным образом Смысл интеллигенту заниматься кружком для интеллигента Маркса из себя корчить, Маркс уже есть у нас, правильно? Поэтому на сегодняшний день кружковщина для интеллигентов это шаг назад Для рабочих да А для интеллигентов вон Красный университет Хочешь учиться? Учись Никто тебе не запрещает Пожалуйста Другое дело, когда наши товарищи занимаются и вытаскивают кого-то из интеллигенции к нам в Красный университет Да, туда надо идти, надо разговаривать, надо убеждать и надо втаскивать на учебу На сегодняшний день по нашему Краснодарскому краю у нас из пяти человек Только один человек, слабая, беззащитная женщина прошла курс обучения в Красном университете По крайней мере, по крайней мере, один человек, мужчины, наш сильный пол сдрифил и сбежал Как это называется? Ну ладно, оставим это Дальше Как-то в дискуссии у нас возник вопрос о том, что в КПСС принимали скандинадатским стажем Ну и в дискуссии сказал, ну до революции вроде такого не было Кто вам сказал, что не было? Вот я студировал работы Значит, что там С чего начать? Письмо товарищу Что делать? Шаг вперед, два шага назад Две тактики социал-демократии Запутался сильно, конечно Ну, не конспектировал Вот, и там Ленин очень четко говорит Ребята, если мы Рабочая партия, или как там Партия То есть, боевой авангард рабочего класса Который должен быть отработан Вернее, должен быть организован как боевая организация Которая ведет политическую борьбу Значит, должна быть жесткая дисциплина Должно быть соподчинение Все это должно присутствовать Ленин отличал Агитатора и пропагандиста Агитатор это у нас Ну, устная агитация на митингах Сегодня интернет это такой митинг открытый Где каждый может сказать свое слово Мы должны учесть, что Не все наши товарищи Достаточно хорошо подготовлены Прошли подготовку в университете Вот И поэтому они вполне могут допускать ошибки Вполне могут в чем-то ошибаться Но если допустимо агитатору И для красного словца Что-то сказать резкое Там может еще что-то как-то высказаться То для пропагандиста Это уже более-менее подготовленный товарищ Который может аргументированно Изложить свою точку зрения В этом отношении Если мы это не регулируем Мы просто-напросто сокращаем программу Которая должна нас агитировать Вот Это минус Плюс еще, что хотелось бы сказать По отношению к человеку рабочему Который занят на производстве Да, вопрос тяжелый Он достаточно много работает Времени уделять Не всегда есть возможность Для чтения То, что касается интеллигенции Интеллигенция может и на работе читать Она может готовиться на работе Поэтому к интеллигенту требование Должно быть еще жестче, чем к рабочему Если по рабочему Должны допустимые какие-то послания А для нас интеллигентов Кто не готов бороться за рабочего Не вместо рабочего А за рабочего Кто не готов Подчиниться дисциплине рабочего Кто не готов Включиться в эту работу Ну, извините, это не наш товарищ Мы должны иметь жесткую дисциплину Жесткое подчинение Но, естественно, должны учиться По поводу контакта с рабочими Михаил Васильевич опубликовал Ленинский сборник 40-й С вопросами Владимира Ильича Ленина Ну, я не знаю, как для кого Как говорят Как говорил Гегель То, что общеизвестно Это не значит, что познано Вот для меня это было непознанное Когда я посмотрел этот сборник Когда почитал вопросы Становится понятно Что Маркс писал капитал В основном на исследовании Проведенным Энгельсом Положение рабочего класса в Англии По-моему, да, Михаил Васильевич? Вот Ленин Начал свою работу с того Что он изучил положение крестьянства В России И когда изучив Ему потребовалось сведения дополнительные Которые он получил Вот через этот опросник Вот на сегодняшний день мы говорим Надо агитировать рабочего Надо агитировать рабочего Что мы делаем? Мы приходим к рабочим Говорим Рабочая партия Россия Газета рабочих Мы поступаем Чисто популистским образом Непрофессионально С рабочим нужно говорить Нужно выяснять его отношения Вот товарищ Дегтярев предложил Отчетность Там завод Что там Чтобы отчитывались Кто, когда и как Хорошее предложение Но уже недостаточно на сегодняшний день Сейчас нужно Вот этот опросник Посмотреть Если есть возможность Какие-то изменения Может быть что-то современное Может наши рабочие Что-то подскажут Наши преподаватели Может что-то подскажут Может его дополнить Ну не знаю Но в принципе Его можно брать И использовать в работе Приходить к рабочему К началу смены Раздавать газеты А выходящих рабочих Встречать с этими вопросами Сесть с ними И поговорить Они выходят со смены Вот допустим У меня на Кортонтаре Если два года назад Был обеденный перерыв То сейчас нету уже На сегодняшний день И вот когда они выходят Они собираются там между собой Немножко расслабляются Пишка возьмут Поговорить можно с ними Вот с помощью этого опросника Налаживать контакт Получше всего Ленин отмечал что Сейчас я зачитаю Потому что так уже не помню Вот Чтобы действительно Хорошо и интересно Написать о городских делах Надо хорошо И не по книжке Только Знать эти дела Надо иметь Свежий Разносторонний Умелым человеком Собранный материал Фактически Вот этот опросник И есть этот разносторонний Собранный материал Если мы берем Допустим Официальную статистику Мы ее получаем Из буржуазных СМИ Из буржуазных средств отчетности Да Она отражает только часть картины Когда мы с опросником Пойдем К рабочему Когда мы начнем Собирать и систематизировать Эту информацию Мы получим информацию С другой стороны Не ту которую нам Подпихивают буржуазии А ту Которая нам нужна И необходима Как воздух Почему Ленин отмечал что Развитие производственных отношений Это достаточно длительный процесс Даже просто станки поменять Это долго Поэтому В эти отношения стабильны И то что мы выясним В одном предприятии Одной отрасли Будет характерно Для такого же предприятия В этой же отрасли На другом конце города Страны или города Поэтому мы сможем Собрать Систему Вернее Тех недостатков Тех проблем С которыми Сталкиваются рабочие И когда мы будем Приходить к рабочему Зная все это Естественно Рабочий к нам Откликнется А сейчас мы поступаем Так как нас Приучило к этому Буржуазии Мы ведем Агитационную борьбу Популистскими методами Не научным методом Как это делали Маркс, Ленин Как это делают Наши товарищи Вот А популистским Так как нас Научило буржуазии Поэтому Чаще всего Мы отклика Не получаем Ленин Различал по степени Влияния партии На массы На пять групп Разделял Сейчас Выписывал Потерял Вот И естественно Складывалось ядро партии Которое Нормально подготовлено Которое Знающие товарищи Которое Все понимает Ну грубо говоря Они могут объяснить Многие вещи Потом Менее подготовлено Потом еще менее Еще менее Те которые Выполняют решение партии Те кто не выполняет Решение партии Или в чем то Допускает какие то ошибки Да Вот И получается Что вот на сегодняшний день У нас фактически Такое ядро уже сложилось На базе Ленинградской партийной организации Но Такого ядра Нету на местах И мы его еще Не сформировали Вот Разнобой Разночтение Вот Недопустимо Если мы организуем Боевую Партийную Группу То эта боевая группа Должна быть Дисциплинирована Жестко связана И выполнять Все решения От начала И до конца Из опыта Вот агитации Фактически Вот этот опросник Он меня просто Поставил на место Я ходил Как это всегда И популистскими Лозунгами Сам все пропил Рабочая газета Для рабочих Я читаю То что она пишет Наш товарищ То же самое Ничего не изменилось Все те же пути Все те же ошибки Педен Андрей Анатольевич Бород Королев Тут уже много говорили На тему того Что мы сделали За год Очень много Что много еще И не сделали А надо сделать Совсем согласен Диалектически Все звучит И да И нет Вот И по поводу Ошибок Ну по поводу ошибок И исключений Из партии Я бы хотел сказать Что Ленин На эту тему говорил Что Это не ошибка А я скажу О том Что он говорил О глупости Что глупость Это когда человек Не просто ошибся А настаивает На свои ошибки Особо ее углубляет И продолжает доказывать До самого последнего момента Потому Насчет грамотных людей В нашей партии Мы можем просто Гордиться Вообще Что мы такой авангард Сколько у нас Консультантов Гранд людей И так далее По задачам Задачи уже поставлены Я не знаю Как бы От себя Что добавить Но Михаил Васильевич Очень хорошо Четко все сформулировал Нужно Входить в трудовые коллективы Брать где-то Рабочих Любой ценой Как Товарищ Сталин Когда-то Заменил Одного товарища Который был неэффективный На бакинских промыслах И за год Там организовала Очень огромную работу Провели Первые забастовки Поднял зарплату Рабочим И все так далее Ну Конечно Пример хороший Может быть Не знаю Ситуация Насколько Совместима Насколько Это все Предстоит Анализировать Ну Значит В этом направлении Все равно Значит Работать надо Ну Пока У нас Есть и позитивные Сороны Хотя бы У нас На предприятиях Все больше и больше Газет Раздается И печатается И не просто Они печатаются А именно Раздается У нас Больше газет На предприятиях И новые предприятия Находятся Очень приятно Что у нас Такая интеллигенция Хотя Много Может быть Когда-то Я и недолюбливал Интеллигенцию Моменты есть И сегодня Где-то Но это все Индивидуально Абсолютно У нас Например Они рвутся в бой И все На последнем собрании Буквально Все заявляли Что нужно Больше Газет Разносить Что график Составить По людям Ответственных Поставить На предприятия Чтобы Не Как-то Раз-два В месяц Или В квартал А чтобы Чаще И каждый месяц И закрепить Людей за предприятиями Чтобы не дать Клич Кто пойдет Раздавать А просто Чтобы все Уже знали Когда Будут раздавать Что раздавать На каком предприятии То есть Работа ведется В этом Это такая Пропагандистская Работа Конечно Но Любой ценой Рабочего Это Сложнее вопрос Но Тем еще Надо думать А вот Такой ценой Пока мы Ценой Личного Времени Добавлением Тиража Газет Добавлением Количества Предприятий Мы узнаем Новые предприятия Вносим В график Вносим График Разноса Там Газет Распространения Газет Ну вот Эта работа Ведется У нас Так что Московская Организация По крайней мере Динамика Динамика В этом отношении Пропаганды Есть В интернете Конечно У нас Все Я бы сказал В ажуре Наверное Роликов Тысячи Плюс Красный Университет Плюс Сайты И фонд Рабочей академии И рабочей партии России Такие Прекрасные Контакты У нас имеются Просто С другими Какими-то Ресурсами Которые Нам Может быть Не коммунистично Но очень здорово Помогают Это как Оперу Ленеру Все такое Здесь Мне кажется Все как надо Идет А вот Рабочее Движение Организовать Вот Эта вот Задача Наверное До следующего Минимум Нам До следующего года Работать Как Организовать Рабочее Движение Немного Пошире Мы пока Вот Насчет Это Можем На данный момент У нас Только Решения Такие Что Усилить Работу Пропаганды Газетами Именно На предприятиях Пока Вот так Вот Все Спасибо Алексей Алексей Вячеславович Секретарь Московской Организации Ну Хотел бы Кратко Сказать О Московской Организации У нас 28 Человек Членов Московской Организации Есть Ячейка В Электростале Надеемся Что Скоро Будет Организация В электростале Товарищи Молодые Активные При поддержке Опытного И тоже Активного Старшего Товарища Ну Московский У нас Пока Два Товарища Ну Я так Понимаю Что Рабочие Химики Присоединятся Скоро И тоже Скоро Будет Ячейка А может Быть Организация Королев Пока У нас Буксует Товарищ Федин Но Товарищ Федин Компенсирует У нас Количеством Розданных Газет Пока Да Он Жалуется Что ему Мало Все время Да И он По две Пачки Распространяет Королеве Мытищах Один Вот Это Да Это Очень Приличные Мы думаем Мы думаем Что Количество Распространяемых Газет Скоро Перейдет В качество Королевскую Ячейку Надеемся Все Так Вот Ну Электростали У нас По газетам Просто Лидеры Ругаются Что мало Заказываем И так далее Вот в этот раз Заказали Много Ну Также Газеты Уходят Во Владимирскую Область У нас Товарищ Там есть В Киржайском Районе Ну там Предприятия Такие Некрупные Но они Сейчас Такой Стратегический Характер Имеют Вот Ну Что касается Вот Товарищ Романов Вопрос Поднял Что Что-то Мешает Вот Если Мы Такой Вопрос Себе Зададим Что Нам Мешает То Выяснится Что Нам Ничего Не Мешает Вот Так Да То То Просто Надо Наверное Что-то Подумать И Начать Делать Да И Вот Так Вот Получается Что Если Мы Глянем То Помех Никаких Нет В плане Работы В плане Написания Статей В плане Изучения Теории В том Числе Вот Ну Что бы Хотелось Еще Отметить Вот По Нашему Такой Ну Итог Подвести От Съезда До Съезда Ну В прошлый Раз Мы Все Активно Говорили Что Нам Надо Активнее Участвовать В обсуждениях Где-то В каких-то Дискуссиях Почту Читать Почаще Партийную Ну Вот События Вот С этими Вот Двумя Абортированными Товарищами Вот Показали Что Не все Читают И на Собрании Вопросы Возникают Какие-то Возникают Там Вообще Непонятно Почему Мы это Обсуждаем И так Далее То есть Этот момент Вот Он Показательный Что Ведение Дискуссии В течение Двух Месяцев Товарищу И вообще О таком Прецеденте Товарищи Узнают У нас Только На Собрании Которые Уже Ставят Вопрос Об Исключении То есть Это Вот Как-то Странно Получается У нас Товарищи От Собрания До Собрания Не Работают А приходят Только На В неделю Это Мало Сайт Должен Что-то Распространять И вот Как раз Товарищи Всякие Разные Новости У нас Нет Того Кто Постоянно Сидит Там Что-то Какие-то Новости Собирает И группы Такой Нет А Новости Хорошо Бы Распространять Не только Это должны Быть Наши Материалы Материалы Должны Быть Какие-то Наших Не важно Товарищей Партнеров Кого Угодно Есть Хорошие Материалы И Распространять Эти Материалы Необходимо Это Что Касается Наших Распространений Ну Мы Очень Получается Так Не очень Активно На проходных Появляемся Почему Вот В начале Года Газет Было Густо Сейчас У нас Газет Пусто Вот Сейчас Вот Есть Газета Вот Мы взяли Это Нам Два Три Выхода Все Распространим Возьмите Больше Возьмем Больше Но С одной Газетой Три Раза На одно Предприятие Не выйдешь Вот Поэтому Вот у нас По плану Работы Четыре Выпуска За рабочее Дело Традиционно Народные Правды Две И раз Выйдет Правда Труда То есть У нас Семь Московские Рабочие Сделаем К концу Года Как всегда Традиционно Восемь Ну Раз в месяц Хотелось бы Вот Чтобы Раз в месяц Мы появлялись У проходных То есть Я думаю Что к числу 12 Надо Надо стремиться В сумме Конечно Пока Вот И Вот формат Новый Формат Газеты За рабочее Дело Очень Очень Такой Хорошо Воспринимаем Людьми Достаточно Короткие Четкие Емкие Материалы И Вот Берут Берут Ну По крайней мере То что я Раздавал Люди берут Вполне Хорошо И отзывы Хорошие Вот Это вот Что касается Нашей прессы Вот В качестве Примера Товарищи Товарищ Лещук Товарищ Кондратиня Они Вот Создали Паблик Газеты За рабочее Дело Товарищ Горбушкин Взял И надиктовал Аудио Статей Газеты Ну И Вот Это такой Материал Хороший Очень Аудио Там Статья Небольшая 400 500 Слов Прекрасно Слушается И Нормально Воспринимается То есть Такой Своеобразный Формат Подачи Который Ну Имеет Право На жизнь Вот И Еще один Появился Информационный Такой Вот Ресурсик Маленький Очень Хорошо Сейчас Начали Наши Товарищи Создавать Вот эти Маленькие Групки Вконтакте По Месту Своего Размещения Единственное Что Не хватает В этом Во всем Вроде Как бы У нас Много Много Сеть Широкая А Контактов На местах Их Практически Нет То есть Кому Обратиться Некому И плюс Еще у нас Список Контактов Не актуален По регионам Надо его Постоянно Держать В списке Актуальном Да Вот Не актуален Потому что Мне звонят Из Нижегородца Звонили Несколько раз Пытались Что-то Просто Рассказать Телефон Был Отключен Потом Я уже говорю Там Кальвит Ниже Есть Кальвит Это Область А мы Вот И Поэтому Сразу Москву Набирают Вот Да Вот Поэтому Это Таким Образом Решается По поводу Контроля За ресурсами Конечно Это вопрос Очень актуальный Вот эти Последние События Они показали Что Это Тема Такая И Я хочу Сказать Что Я Этот Вопрос Немножко Раньше Поднял До Вот Этих Всех Событий Вот И По поводу И Самих Материалов На ресурсах И По поводу Того Доступа К ресурсам То есть У главного Редактора Должны Быть Все Возможности Чтобы ресурс В случае Чего-то И так Дали Отключить Вот Это Вот Это Важно Это Важно Поэтому Как это Организовывать Надо Подумать Наверное Это Вопрос Больше Не Технический А Организационный Скорее Всего Ну Вот Собственно Что Еще Могу Сказать Материалов Больше Нужно Раз Уж Мы Хотим Больше Газет Если Мы Хотим Чаще Их Распространять Значит Нам Надо Как Михаил Васильевич Правильно Ответил Значит Надо Больше Писать Самим Больше Давать Материалов Чтобы Было С чем К рабочим Прийти И о чем Поговорить И чем Их Привлечь Ну Да Ну Собственно Все Спасибо Кучок Владимир Александрович Ленинградская Партийная Организация Значит Товарищи Вот Мы послушали Обстоятельные Доклады Центрального Комитета О том Что сделано У нас Было За год Ну Действительно У нас Была Отмечена И Традиционно Уже Четко Поставленная Работа Красного Университета Университета Рабочих Корреспондентов Кружки У нас Новый Кружок По Капиталу Добавился Помимо Кружка Гегельской Диалектики Это все У нас Материалы Публикуются И На канале Смотрятся И про канал Совершенно Справедливо Все Сказано Что Развивается Хорошо Газеты Газеты У нас Мне кажется Тоже за этот год Как-то Уже На новый уровень Вышли И по распространению И по Организации Все это Наверное Так же Вылилось В эту Волну Поддержки Вот о которой Михаил Васильевич Упоминал Меня Это Немножко Даже Волна Накрыла Чересчур Ну То есть Как только Какие-то Выпустили Предложения По книгам Сразу Значит Народ Набросился Средства Шлет Книжки Получает Снова Шлет По Несколько Раз Но Значит В ходе Общения Вот Выяснились Такие Моменты Которые Наверное Актуальны В рамках Наших вопросов Потому А что Дальше Как нам дальше Какие задачи Ставить И что делать Вот Вопрос У нас Актуальный По Привлечению Рабочих Особенно В региональных Организациях Вот В ходе Общения Например Выяснилось Что Люди Кто С Москвы Например Литературу Заказывал Они И знать Не знают Что есть И московское Отделение И что Есть Алексей Вячеславович Руководитель Приятно Удивлялись Да То есть В этом Плане Мне кажется Есть смысл Усилить Работу Такую Что Люди В регионах Особенно В первую очередь Руководители Организаций Записывают Ролики Сами И мы Их Публикуем На Канале Где Написано Вот это Руководитель Организации Из такого-то Города Товарищ Романов Рассказывал Про Способы Агитации Сейчас Запись Есть Но В принципе Также Было бы Очень здорово Если бы Вы записали Такой же Ролик По вашему Опыту Распространения Не только В партийной Переписке А просто С кем-то Скооперировались Вас бы Сняли Вы Некому Записывать Сами Себя Записали Ну Вот Я имею В таком Ключе Что Распространять Также Информацию О том Что есть Люди В регионах Кто С кем Можно Выйти На контакт Потому что Да Есть у нас На страничках Какие-то Контакты Но странички Это всегда Они немножко Такие Сразу В архивное Состояние Превращаются А Какие-то Регулярно Обновляемые Ролики Наверное Было бы Полезно В этом Плане В этом Направлении Дальше Значит Насчет Ну Также В ходе Переписки Появляются Люди Кто Просит А вы Вот Книжки Прислали Вы И газет Пришлите То есть Появляются Желающие Даже Не члены Партии Ну Может быть Связанные С Красным Университетом Также Получать Газеты Распространять По возможности Мне кажется Мы можем Добавить Наверное В рассылку Нашу Которую Мы ведем И Хотя бы Как пробные Пробные Партии Значит Попробуют Распространять Тоже Полезно Было бы Насчет Главной Задачи Соединения Научного Социализма С рабочим Движением И участия В активных Действиях Работников Вот тут Отмечали Не раз Что у нас Это Не очень Дело Движется Надо Стараться Но тут Во-первых Наверное Объективное Положение Это вот С одной стороны Как Борис Николаевич Упоминал Что Кто-то там Два дня Сидит Большую часть В простое Кто-то Наоборот Рад Что ему Перерабатывать Дают То есть Это же Как две стороны Получается Одной медали Что под угрозой Простоев Люди еще и рады Что им Разрешают По 13 часов Перерабатывать Это реально Нам Тут Фрезеровщик Который Работает В Санкт-Петербурге Рассказывает Что Чтобы заработать Что-то больше 40 тысяч Ты должен 13 часов Работать И в субботу И это еще Считается За благо Что тебе Так разрешат Работать Еще и С серой Зарплатой Вот такая Ситуация То есть Говорить о Коллективных Действиях На таких Предприятиях Не приходится Потому что И коллективов Нет Люди Каждый За себя Еще считает Что Слава Богу Работаю Но есть Предприятия Где есть Коллективы И которые Эти коллективы Борются За улучшение Положения Работников Вот Самый Наверное Свежий Пример Это Есть у нас Завод Форд Во все Он известен Своими Традициями Забастовочными Ну Сейчас Ситуация Не лучшая Скажем так Там Сейчас Две Профсоюзных Организации Которые Долгое Время Вообще Не могли Друг с Другом Договориться И что-то Действовать Сообща В общих Интересах Но сейчас Вроде Эта Ситуация Преодолевается И Предприятие Сейчас На данный Момент Находится В предзабастовочном Состоянии Это Такой Важный Этап То есть У них Прошли Коллективные Переговоры Появились Там Протоколы Разногласий То есть Это Те Моменты Которые Мы в теории Часто Поднимаем На наших Ресурсах Там Сейчас Это Вживую Происходит И Вот С подачи Например Ивану Михайловича Герасимова Который Предложил Что А не Помочь Людям Например Тем Что Взять интервью Сделать Спецвыпуск Газеты Ну Что-то В такой Форме Провести Мы С этим Предложением Вышли Сначала Так Со скрипом Ну Например Вот Буквально На днях Вот уже Пришел Запрос От Там От Товарищей Правкома Что Давайте Вот Сделаем Запись Сделаем Интервью И Видео И для Газеты Предложили Вот эти Дни Ну Я сказал Тут Сейчас Съезд Но Сдвинем Ничего Страшного Но Вот Есть Такое Направление Работы Которое Вот Сейчас Стало Актуальным И Вот У меня Просьба Те Кто У нас Ленинградская Организация Значит Посодействовать Этому Там И Там Что У нас Понадобится И съемка Это Как Всегда Самое Главное И Расшифровка Интервью И Газеты И Само Интервьюирование Ну А всем Остальным Товарищам По мере Того Как у Нас Будут Какие-то Ролики Выходить Как-то Их Вот Наверное Такие Есть Актуальные Актуальные Вопросы Мне кажется Я согласен Что Для этого У нас Все Ресурсы Все Возможности Есть Поэтому Всем Желаю Плодотворно На этом Пути Поработать Спасибо Здравствуйте Меня зовут Тимур Пухай Сварщик Сама Товарищ Вот Здесь Конечно Много Всяких Интересных Разных Меней Они Все Конечно Имеют Место Но Все Хочется Отдельно Обратиться И Может быть Как-то Донести Свою Мысль До Рабочих Что Нам Нужно Объединяться В коллективу И Какие Небудь Там У меня На предприятии Сейчас Есть Люди Которые Находятся Тоже В партиях Там Справедливой России Там У Жирновского ЛДПР Вот И Как бы Я спрашиваю Какая польза Какая Что Как бы Они вам Помогают И Уже Как бы Много лет Они Находятся Естественно Этих Людей Я давно Знаю Как бы И По Их Жизни По По Поведению Я Прямо Не скажу Что Как бы Они Там Что Им Партия Членство В этой Партии Как бы Там Приносит Какую-то Как бы Пользую Но Почему Хочется Как бы Все-таки Рабочих Призывать Именно В рабочую Партию Дело в том Что нас Разбили По Родным Партиям Ах Тебя Это Не Устраивает Ну Вот Иди Там Справедливую Россию Ах Тебя Там Это Не Устраивает Ах Тебя Там Не Устраивает А По Сути Это Все Как бы Партии Как Мне Кажется Хистические Они Живут За Наш Счет И Чтобы Мы Не Смогли Объединиться Нам Постоянно Подкидывают Какие-то Идеи Типа Вот Там Это Это Из-за Того Что Как бы У нас У рабочих Нет Времени По Большому Счету Мы Недостаточно Учимся Естественно Легко Манипулируют Все Вот Эти Вот Партийки Вот Они Ведь Живут За Наш Счет Вот Сейчас Нам Обещают Поднять Пенсионный Возраст А Это Для Чего Делается Что Нам Это Благо Что Ли Какое Нет Нас Опять Обворуют Правда Это Нам Преподнесут Как Будто Мы Там Сильно Хотим Но Если Например Меня Спросить Я Когда В один Прекрасный Момент Просто Скажет Что Уже Не Уйдете На Пенсию На Сам Деле Только Один Момент Есть И Другие Момент Образование Пожалуйста Что У Нас Хорошее Образование Можно Подумать Я Институт Не Заканчивал Но Извините К нам Приходят Думу В Правительство Приходят Специалисты Которые Институты Заканчивают И Что У Производство Что Развивается Что У Странно Развивается Но Нет Же Мое И Здесь Главное Что Дерево Определяют По Плоду И Мы Видим Что Специалисты Приходят Вообще Никакие А Какое Для Наших Детей Будут Будущее Образование Да Никакое Точно Так же И Как Мне Представляется Здесь Везде Длинно Ловушки Где Мы Как бы Без Помощи Без Интеллигенции Скажем Так Без Ученых Не Сможем Разобраться И Уже На Притяжении Многих Лет Вот Так Мы Боремся После Развала Страны Имеется Советского Союза Что Еще Развалили Коллектив Нам Ушили Что Один Что Индивидуализм Что Там Как Все Проявишь И Все Такое А По Сути Так Как Ты Не Старайся Как Ты Не Это Самое Пока Ты Молодой Ты Можешь Но Ведь Мы Стареем И На Притяжении 25 Лет Я Например Не Вижу Никакого Пользы От Индивидуализма Я Хотел Чтобы В Коллективе Было И Рабочая Партия Предлагает Эти Коллективе Мне кажется Здесь Замечательные Наши В первую очередь Хочется Сказать Конечно Интеллигенции Большое спасибо Что они Проводят Такую Огромную Работу Собирают Учат Нас Создали Такой Замечательный Образовательный Центр Как Фонд Рабочей Академии Идите Получите Сейчас Где-нибудь Такие Знания Которые Там Вам Дают Это Просто Невероятно Вот На этом Все Спасибо Большое Здравствуйте Товарищи Зиновьев Дмитрий Я Член Московской Организации Сам Рабочий Вот Много Говорили Здесь Правильных Вещей По поводу Агитации Пропаганды Среди рабочих Фабрично Заводских Рабочих Я так понимаю В первую очередь Здесь шла Как о Наиболее Организованной Части Политариата Но вот Я хочу Сейчас поговорить Про таких Как я Скажем так Каких Которых Большинство И было И сто лет Назад И в общем-то Ситуация Не изменилась И сейчас Тоже Самозанятые Либо Работники Там Таких Маленьких Предприятий Где коллектив Два Три Там Десять Человек Это уже много Тут речь не идет Не только О шестичасовом Рабочем Дне Или Коллективном Договоре Речь идет Вообще О простом Даже Оформлении Каком-то Официальном Как правило Либо Если Есть Это Оформление То Как будто Его и нет В общем Считай И Здесь Наверное Речь идет Не столько Об организации Как Каких-то Профсоюзов И Какой-то Статичной Борьбы Сколько О Привлечении Именно Сторонников К Именно В рабочее Движение Сторонников Даже Скорее Сочувствующих Которых В общем В критической Ситуации Ну Такие Должны быть И они Те Кто Поддержит Авангард Как Все время Крестьянство Российское Поддержало Большевиков Средство Чему Победа В гражданской Войне Так же И здесь Такая же История Потому что Представители Вот Скажем так Моей части Рабочего Класса Они Очень Подвержены Так сказать Буржуазной Контрпропаганде Просто На себе Это очень Хорошо Ощутил Что Будешь Хорошо Работать Будешь Много Работать Все будет А тут Вот Еще и Бизнес Можно У нас Есть Все возможности Никто Не запрещает Мне заняться Бизнесом Так сказать Частным Даже По моей Специальности И я Даже Пробовал Вот По поводу Конкретных Предложений На этот счет Что хочу Сказать Вот Многих Конечно Не устраивает Ситуация В стране Люди Читают Новости Люди Возмущаются И В основном Читают Молодежь Особенно И моего возраста Тоже Товарищи Я просто С кем Обобщался Читают Новостные Ленты Люди И не столько Само новость Сколько потом Комментарии Под ней Это тоже Очень важно Люди Комментируют Люди Читают Комментарии И Обсуждают На основании Этих Комментариев То Что В этих Комментариях Мы видим В основном Что Плохой Путин Мы его уберем Будет нормально И так далее То есть В принципе Направленность Вся одна Недостаточно В этих Комментариях Марксистских Суждений С точки Зрения Научного Социализма Произошел Какое-то Событие Вот Например Пожар Достаточно Недавно Произошел Пожар В торговом Центре В комментариях Про Безалаберность Про все Про то Про это Про власти И там Про что угодно Но Не про жадность Буржуев Который Один сэкономил На пожарной Безопасности Второй Сэкономил На том Что дверь закрыл Чтобы халявщики Не приходили Не смотрели Бесплатно Мультфильмы И так далее И тому подобное Про это Ну минимум То есть Это как-то На задворках Это В чем заключается Конкретное предложение Есть такие Такая технология В интернете Как подъем Информационных Волн Когда Происходит Какое-то событие Знаковое Или там Что-то такое И в комментариях Шквал Какой-то Поддержки Либо наоборот Обструкции На этот счет Когда Целенаправленно Создается Какая-то Группа Людей Специально Этим Занимающихся Каждый Из них Зарегистрирован Имеет 100 аккаунтов Или 200 аккаунтов Грубо говоря В разных Вот этих Новостных Лентах И в нужный Момент Вбрасывается Огромное Количество Комментариев Определенной Направленности На определенную Тему Почему бы Собственно говоря Подобной Технологией Не воспользоваться Нам Я вот не вижу Может быть Сейчас товарищи Поправят Скажут Что это неправильно Но мне кажется Что имеет смысл И с Точки зрения Именно Так сказать Пропаганды Это было бы Большой пользой Именно Среди Людей Которых Сложно Организовать Вот физически Например Да Как бы Таких Как Самозанятых Или Работников Маленьких Микроскопических Кустарных Предприятий Которых Так сказать Так вот Не организуешь Не поднимешь Так сказать На какую-то Забастовку Потому что Смысла нет Быставать В коллективе Где три человека Где-то Легко Заменяем Тем более Где не оформлен Так сказать Никакой бумажкой Вообще Вот мне кажется Что имеет смысл Действительно Рассмотреть Этот вопрос Как-то Может быть Создать Рабочую Группу Которая будет Там Может быть Начинать С того Что не все Подряд Комментировать А какие-то Знаковые События Там Какие-то Серьезные Происшествия Которые Во всех Новостных Лендах Отражаются И тут же Соответственно Это Дело Подхватывать Сам Готов Поучаствовать В этом Появляются Аппаратные Возможности Теперь Вот собственно Все Спасибо Что хочу Сказать По поводу Последнего Вступления Товарища Что Не организовываться Самозанятые Если вы Посмотрите Любые Забастовки И Последнего Вступления Даже Дольщиков То Дольщики И бастующие Если это так Массово Освещается Приходят Значит С друзьями С родственниками Приходят Неравнодушные Горожане И как раз Туда входят Эти самые Незанятые Работники Мелких Предприятий Которые Как-то Поддержат Эту крупную Забастовку Что отдельно Комментариями В принципе Ну где-то Может кто-то И в комментариях Поддержит Именно таким Образом Они организуются Но они Организуются Вокруг уже Какого-то Более Крупного Возникали Тут сегодня Еще вопросы По лозунгам Какие у нас За шестичасовой Рабочий день Который охватывает Большой Вернее Всех граждан Нашей страны Разного возраста Но тут у нас Еще назрел Такой вопрос Как повышение Пенсионного возраста Наша партия Тут ответила Обращение И как показалось Я смотрю Просмотрев Очень по этому Обращению Много Очень хорошие Отзывы Товарищи Сенгельса Читали Сочувствующие И давали Своим знакомым И они поддерживают Нашу партию С этим обращением Потому что Это очень актуальный вопрос Что хочу сказать Что не дай бог Примут этот проект И все таки Возраст будет повышен Я так думаю Что нам нужно Как-то на этой волне Кроме шестичасового Рабочего дня Наверное Будет придется Бороться уже За возврат К существующему Ныне Пенсионному возрасту Не дай бог Конечно Хотя бы Хотя бы О понижении Пока не говорим Ну вот Хотя бы Вот так Что еще Очень много Говорится Об уровне Образования Нашей партии Что хочу сказать Что почему Рабочие не учатся Они не учатся Не потому что Ленивые Не потому что Они глупые Они наверное Как Но поскольку Я все таки Женщина Наверное Я сравнение С детьми Что ребенок Перестает учиться Ровно с того момента Как перестает Что-то понимать То есть Либо где-то Его негде направить Либо где-то Он сам поленился Там вовремя Пинка не дали По-разному И сейчас Очень много Я уже об этом писала И я считаю Что очень приходит И будет приходить Много людей Которые Не подготовлены С начального образования То есть У них нет Каких-то основ У меня есть У меня были Вернее Почему Потому что Мои родители Коммунисты У меня бабушка Была коммунистка Кстати Просила хоронить Без креста Не тоже сейчас Как модно Но к сожалению Нет возможности До последнего Была убежденная Коммунистка Дедушка был То есть У меня есть вокруг А люди Которые воспитаны Уже полностью Буржуазными Родителями Так скажем На волне Что Путин молодец И мы за монархию Даже есть и такие То у них Каких-то Основных представлений Оно остается На фоне Че Гевары Допустим Каких-то Фотографий На майках Красного флага Вот у меня Вот вчера Выяснилось Что дочь Так вот И не запомнила Что такое Аврора Вот позор Согласись Но в принципе Простите Родители Хотя да Это мой позор Мы не можем Все-таки Охватить Все образование Как школьное Так и внешкольное Поэтому какую-то Основу Я все-таки Предлагаю Тем Ну вновь Вступившим Чтобы Или донести До тех Кто собирается Вступить В нашу партию Что нужно какой-то Хотя бы Манифест Коммунистической партии Давайте прочитать Не открыть А прочитать Все-таки Нашу программу Наш устав Потому что Я слышала Тут возникало Что Ну да Программа устава Что взносы Взносы Да У нас у всех Печальное Финансовое положение Возникают разные Но взносы Это работа Это досциплина Да Это наши партии Раздача газет Это тоже наша работа Работа партии Каждого члена Обучение в университете Самообразование Это работа Да И я не выполняю И члены нашей ячейки Не выполняют Многие не выполняют Но даже они должны Сознать Что они должны Это делать Это работа Что основная Основная Я бы предложила Что все-таки Чтобы была Начальная подготовка Основная Как раз Университет Причем существует У нас постановление 23-го съезда Которое говорит о том Что все члены партии Должны пройти Обучение в красном университете Я так смотрю Что при приеме партию Вот товарищи Вот когда Видео Собрание присылает Напоминают Но у товарищей В наступавших Почему-то возникает вопрос Проходить мне Или не проходить Но это уже было Постановление Это работа Пока вот Если вы не знаете Что делать У вас есть У вас есть работа Обучаться Давайте хотя бы так Дальнейшее Должно быть Образование Самообразование Которое будет Заключаться В углубленном изучении Но если мы Например Не можем выбрать Сами какие-то темы Я предложила бы Идеологической комиссии На какой-то период На полгода На год На три месяца Разрабатывать Вопросы Может быть Будут какие-то Актуальные вопросы На которые Члены партии Должны отвечать Своими статьями Потому что Если возникает Проблема В наполняемости Газеты То это как раз Один из тех вопросов Это как раз Может помочь Решить Помочь товарищу Лещуков Все-таки Потому что От нас так не дождешься Когда мы По электронной почте Что-то перешлем Спасибо Товарищи Объявляйте Сперед 40 минут Продолжение следует... Продолжение следует...